Наверное, началось все тогда, 9 мая. А может и даже раньше. Возможно, это случилось тогда, когда я увидела твою аватарку ВКонтакте. Всем привет! Да ладно, что нюня распускать? Поехали! А, кстати, это поздравление для Андрея, от меня и, собственно, от наших друзей. 9 мая мы с тобой познакомились. Это была какая-то отправная точка для нас. И сейчас, находясь на своей же свадьбе, невозможно поверить, как два сердца слились воедино. После нашего знакомства, спустя ровно неделю, мы приехали с Андреем на шортаж. Ну, собственно, мы там каждый день с ним проводили по вечерам. Как-то раз мы приехали на закате, выходим из машины, он подходит ко мне и, так говорит, как-то там себе под нос. Ты мне очень нравишься, я тебя люблю. Я без тебя жить не могу, ночами спать не могу. Твои губы, твои глаза, твои руки. Я, конечно, смеялась, думаю, что спросила у него. Я тебя люблю. Он мне сказал три главных слова ровно через неделю. Я, если честно, была в шоке, потому что как можно за неделю полюбить человека, для меня остается все еще загадкой. Но чему-то это все-таки привело нас. А, кстати, год назад, в начале июня, когда я уехала в Испанию, мне не хватало времени. Андрей проявил какую-то заботу, наверное, обо мне. Он написал целую курсовую по маркетингу. И он написал мне курсовую. Мне поставили за нее 4. Андрюха молодец. Я очень была ему благодарна за это. Собственно, после этого, когда я приехала, прошел еще один месяц, и я решила его познакомить с моими родителями, потому что мама уже знала, что есть Андрей. Мы встретились в кафе. Сразу же, когда мы начали вести разговор, я увидела, что Андрей с мамой настолько разговорились, что я поняла... Блин, что я поняла? Что Андрей нравится моей маме. И не важно, что ботаник, он с такими вот очками. Главное, что этот парень нравится моей маме. В конце нашей беседы Андрей спросил у моей мамы разрешение о том, чтобы я переехала к нему. И когда она спросила, а когда же ты будешь переезжать, я ей сказала, сегодня. И в один день я собрала все свои вещи, даже зимние, и перевозла к нему. Что-то не весело, да? Начали. Веселуха. Мужчины, вспомните, да, как женщины помечают территорию, которая до этого была твоя. Самые интимные появляются в ванной. Зубная щетка. Правильно. Но это не для тебя и даже не для себя она делает. Вдруг, если другая зайдет в эту ванну, чтоб знала, сука, что щетка тут стоит уже. Имеешь ты, Андрюха, произвести впечатление? Ну вот, например, мои родители. У меня Каля познакомилась с самым классным, самым потрясающим, креативным, умным, интересным, добрым, ответственным человеком. Это с Андрюхой. Он мне очень сильно понравился. Я его сразу победила. Я хочу, чтоб он стал мужем моей дочери. И мне не страшно отдавать своей дочке в его руки. Все, пока, пока, пока. После знакомства с моими родителями, мы, соответственно, поехали знакомиться с родителями Андрея. Да, мы приехали в сад. Я помню, очень сильно стеснялась. Андрей тоже. Он очень стеснительный. Он ловит. Ну, давай. Есть! Как-то у нас все так завязалось, что мы начали довольно-таки часто встречаться с его родителями, много проводить времени и стали такой одной большой семьей. Господи. Родители у Андрея такие хорошие. То и дело, что о нем и говорят. Посмотрим. С восьмого класса цель у него была быть банковским работником, и он этого добился. Очень красивый был всегда в банке. А еще он с детства носил галстук. Галстуки. Самый маленький. В детском саду. Один, пожалуй, в галстуке ходил только он. А Андрюшка, он же ведь это, ну, хулиганчик он был. Судря. Ну, взрослым он стал, я думаю, тогда, когда он захотел жениться. Я думаю, что он нашел достойную и спутницу жизни. Такого заботливого человека редкость встретить. Один на сто миллиардов миллионов миллиардов. Я люблю тебя. А, кстати, помню первый Андрюхин комплимент. Ту ночь, когда мы с ним познакомились, сидели за столом, он взял мою руку и сказал, Катюха, ты такая классная. Поехали кататься на велосипеде. И мы поехали. Потом кафешки, киношки. Ну, парень-то хороший оказался. Ну, вот, близилась зима. И мы всей компанией собрались на Эльбрус, покорять вершины Эльбруса. Ну, и мы полетели на самолете. У нас поехало достаточно очень много человек. Значит, как мы летели? Ну, соответственно, девочки в одну сторону, мальчики в другую сторону. Андрюха, как всегда? Я же не буду говорить, что он пьет. Ну, чего это такое? Прилетели мы вечером. Было очень тепло. Перед этим мы заехали и взяли 40 литров вина красного. Смотрите. А с утра был такой красивый снег. Мы проснулись от того, что слышали какой-то шум. Поняли, что это была горная река. Шум непередаваемый. А виды какие? Какие красоты. Горы белоснежные. Тут шапка, там шапка. Здесь шапка. Было много снега. Очень много снега. А еще у меня есть фотография. Я так поняла. Для сноубордиста очень важно, чтобы было много снега. Снега было вообще море. И когда мы поехали кататься, мы получили такой кайф вообще. Катались мы целыми днями. Учитывая то, что я в том году первый раз встала на сноуборд. И учила меня кататься как раз с Андреем. Люблю тебя. У меня даже как-то стыдно чувствовало. Мы с Андрюхой поднялись несколько раз на вершину Эльбруса. Это было очень здорово. Высота 3100 метров. Катя. Я еду вообще хер на такой раз. Первый раз с такой горы. Катались. Гуляли. Пили глинтве. Катались. И, кстати, шашлык там есть из курицы в одном кафе. Не помню, как оно называется. Но это был самый вкусный шашлык в моей жизни. Шашлык вообще был отменный тогда. 31 числа мы заказали, у нас уже было заказано кафе. Кафе было в горах. Красивое. Очень кафе. Кавказское. Вот. Когда мы туда собирались, Андрюха что-то загрустил. Он не загрустил, а стал каким-то очень спокойным. Там все ходят, говорят, что-то там, ну, что-то приуныл. Я говорю, ахуй знает, что-то приуныл. Я сначала подумала, опять какая-то фигня, дело во мне. Когда мы приехали в кафе, все начали пить. Я смотрю, он не пьет, очень странно. И мы подошли к барной стойке. Там была большая барная стойка и огромный телевизор. Когда начал говорить Путин, я достала телефон и начала снимать. Исполнение наших самых сильных. Когда начали бить куранты, я повернулась и увидела, что все наши друзья сделали такой большой полукруг. Братуха, давай делай ширик. Здесь Ростов, Москва, Екатеринбург. Ширик круг, братуха, давай делайся. И как же его зовут-то? Маша? И кто-то из толпы крикнул, Андрюха, жги. Я помню, поворачиваюсь к нему. Я так вот снимаю, снимаю. О, кольцо. Все захлопали. Я, конечно, была в шоке. Он стоит и ничего не говорит, просто вот так вот. Это было, конечно, самое волшебное какое-то мгновение за последние несколько лет моей жизни. Это не передать словами, надо бросать почувствовать. Давай! С Новым Годом! Поздравляю! Слышишь ты меня, нет? Ваши впечатления! Это было так здорово, так здорово! Прекрасный Новый Год, да? 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 И я была в предвкушении свадебных хлопов. Кстати, когда Андрей мне сделал предложение, после этого он сказал, что он планировал сделать мне предложение в самолете. Так надо было делать в самолете. Он говорит, там очень узкие проходы. Кстати, Андрей, у тебя очень хорошие друзья. Просто безбашенные. Они веселые, они шумные, дружные. Вот, например. Андрюха, знаю тебе очень много лет. Очень рад, что у меня есть такой друг. Ты очень хороший, веселый чувак. У нас с тобой было очень много веселых историй. Крепкой семьи вам. Чтоб любовь, гармония и куча детишек... Хочешь, чтобы все было классно, Андрюха? Давай, мы тебя любим! А еще мне нравится, что ты очень дипломатичный. Дело было летом в 2013 году. Ночью мы слушали громко музыку. Подошли две женщины, попросили нас сделать потише. Естественно, мы их проигнорировали. Они пришли с мужьями, начали на нас нападать. В тот момент, когда ты подбежал к самому здоровому мужику и начал на него орать. Он стоял и слушал. В общем, договорились благодаря тебе. Избежали драки. Ну, было, конечно, смешно. Вот эта история мне запомнилась больше всего. Ну, оставайся всегда таким же. Будь молодым в душе. Терпение. Андрюха очень классный, веселый, позитивный парень. И я его знаю больше года. И у меня от него только самые веселые, хорошие. И самые прикольные впечатления. Андрюха, он какой-то такой настоящий. Андрюха сильный. Андрюха всегда придет на помощь. Всегда придет на помощь. Ну, в общем, у тебя такие классные друзья. Хочу сказать про тебя, что ты очень человек отзывчивый, добрый, хороший друг. Я надеюсь, что будешь очень хорошим мужем для Екатерины. Ну, вы видели? Видели? Поехали дальше. А, кстати, я еще для вас приготовила одно видео. В этом видео один парень пытается выучить свадебный танец. Синий. Восемь. Это была голова. Больше попа. Раз. Подобрать. Три. Четыре. Не, бесспорно прикольно, но лучше того, так? Да ладно, хватит издеваться над парнем, он же старался. Раз, два, три. Да ты-то не отталкивайся тоже. Помнишь, мы были такими? Мы постепенно стали единым. Я хочу пожелать тебе, Андрей, терпения. Еще хочу пожелать тебя, чтобы ты расслабился и получал кайф от жизни. Я хочу, чтобы ты перестал все контролировать, всегда контролировать. Я хочу, чтобы ты чаще улыбался. Я хочу, чтобы все уже наши мечты с тобой воплотились в реальность. Смотри, я прямо сейчас держу тебя за руку. И хочу, чтобы ты меня поцеловал. И в общем, я тебя люблю. С вами была Екатерина Прейман. Пока! Я тебя ждала долго-долго-долго. Долго-долго-долго. Ну как долго? Хнычу, как всегда. То это не так, то то не то. Но ты, ты любишь меня ни за что. Хочешь, как вчера, кино, одеяло и чай? Давай, ты знаешь меня, как никто. Люби меня долго-долго, Чтобы больше не было больно, больно, Одиноко. Люби меня долго-долго, Невозможно, чтобы не в Каспии, Волга, Воды свои не сла. Как я тебя ждала. Долго-долго-долго. Долго-долго-долго. Ну как долго? Я соскучился. Я соскучился. Я соскучился. Любимый. Давай жду. Я беременна. Давай пожелись. Вам не замуж. А у нас будет девочка. У меня родился сын. А мой сын у меня родился. Ты мой зойчий. Ты мой счастье. Ты мой сердечко. Ты мой солнышко. Я объявляю вас мужем. Ведь женой. Морька! Я согласна. Люби меня долго-долго, Чтобы больше не было больно, Чтобы не было больно. Ты много. Люби меня долго-долго. Долго-долго. Невозможно. И но чтобы не скоби Бога, Воды свои не сла. Как я тебя ждала. Как я тебя ждала. Долго-долго-долго. Как долго-долго-долго. Как я тебя ждала. Как долго-долго-долго. Как и ты всегда ждала. Как